Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, 9 декабря, мы пригласили в студию Андрея Николаевича Корнова, руководителя отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления, Следственного комитета России по Рязанской области. Как раз в ведомстве именно этого отдела и находятся самые громкие и самые резонансные дела, связанные с коррупцией. Андрей Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте, наверное, самый первый вопрос, а самый главный. Какие задачи стоят перед вашим отделом? Перед отделом по расследованию особо важных дел стоят задачи расследования уголовных дел. Уголовные дела расследуются отделом трех категорий. Первое – это угол на дела о коррупционных преступлениях, о которых вы сейчас сказали, угол на дела о налоговых преступлениях и угол на дела о особо тяжких преступлениях подсудных Рязанскому областному суду. Из чего состоит ваша повседневная работа? Повседневная работа состоит из организации взаимодействия с правоохранительными органами, прокуратурой, судом, организации расследования уголовных дел, решения других текущих вопросов. Какой он ваш сотрудник? Какими качествами он должен обладать? Может быть, есть какой-то внутренний экзамен, который они сдают? Сотрудник отдела по расследованию важных дел – это сотрудник, обладающий не только высоким интеллектуальным потенциалом, но и богатым жизненным опытом. Расследуя уголовные дела в районных подразделениях, следователи набираются опыта, и те, кто наиболее ярко проявил себя в работе следователя, приходят на работу в отдел по расследованию важных дел и занимаются уже наиболее резонансными, наиболее тяжелыми в доказывании уголовными делами. Может быть, это не слишком большая тайна, можете раскрыть, сколько в штате работает людей? В настоящее время отдел состоит из 8 человек, руководитель зам и 6 следователей по особо важным делам. А что стоит на вооружении у этих людей? Стоит опыт, знание, стремление, как бы сказать, может быть, не так громко восстановить социальную справедливость в том или ином событии, факте, чтобы виновный понес наказание, и уголовное дело было завершено вынесением обвинительного приговора. Возвращаясь к вопросу о коррупции, как выявляются такие преступления и возбуждаются уголовные дела? Есть несколько вариантов развития событий. Первый, наиболее традиционный, когда человек, столкнувшийся с требованием взятки, либо вымогательством взятки, обращается в профильные органы, проводятся оперативно-рассные мероприятия, возбуждаются уголовные дела и, соответственно, осуществляется предварительное следствие. А второй вариант, когда взяткодатель и взяткополучатель действуют, как бы сказать, совместно, преследуя каждый свой интерес, и оба не заинтересованы в том, чтобы их действия были выявлены, и тем более оба понесли наказание. Соответственно, в этих случаях оперативные подразделения ОМВД России по Рязанской области, УФСБ России по Рязанской области проводят оперативно-рассные мероприятия по выявлению этих преступлений. Материалы эти предоставляются следователю, и он, оценивая их, принимает решение о возбуждении уголовного дела и производстве первоначальных следственных действий. Есть ли факты обращения граждан от дачи взятки? Поступали ли такие обращения? Безусловно, конечно. Законодательство Российской Федерации устроено таким образом, что лицо, давшее взятку и добровольно сообщившее об этом, освобождается от уголовной ответственности при условии деятельного раскаяния, когда в ходе следственного действия принимаются все меры по извлечению лица, получившего взятку. Есть какие-то необычные коррупционные схемы, о которых вы можете рассказать, и о методах расследования таких? Есть такие необычные коррупционные схемы, но на данный момент я не могу о них рассказать, поскольку данное уголовное дело находится в производстве, и после вынесения приговора по нему, я думаю, что можно будет еще раз встретиться и рассказать, потому что оно действительно выбивается из ряда подобных случаев, поскольку не заключается в передаче, классической передаче денежных средств за действия по службе, либо оказание услуги за такие действия, а действительно схема, которую мы увидели первый раз, квалифицировали ее как получение взятки, и планируем направить данное уголовное дело в суд. Ну а все-таки, может быть, были какие-то случаи из вашей практики, которые тогда оказались новинкой, а сейчас уже стали такими классическими, наверное? Вы знаете, в начале 2000-х годов в моем производстве был уголовное дело в отношении профессора педагогического института, тогда еще Шиен Ольги Митрофановны, которая получала взятки от студентов, и данные факты не были выявлены непосредственно после данных преступлений. И фактически предъявлялся ей обвинение, направлялся уголовное дело в суд без предмета взятки и без задержания с поличным. На тот момент эта вещь была очень необычная. Для всех это было удивительно. Как так? Студенты говорят о том, что давали взятку, профессор говорит о том, что не брала взятку, и следствие приходит к выводу, исходя из анализа деталей, из сбора доказательств о том, что взятка эта имела место. И приговором Рязанского областного суда на основании собранных доказательств был вынесен приговор, насколько я помню, 3 года лишения свободы. И после этого данные случаи стали системой, когда выявление взятки при задержании с поличным, с изъятием предмета взятки уже не так часто, как раньше. В основном те уголовные дела, которые мы завершаем последние годы без задержания с поличным, по течении длительного времени, после совершения преступления, без изъятия предмета взятки. В представлении обычного человека дача взятки – это какая-то передача денег в конверте. Но есть ли такие преступления, когда переводят деньги по электронному кошельку, например? Как такие случаи расследовать? Как передача денег непосредственная, так и использование электронных платежных систем – это все так называемая бытовая коррупция. Отдел проследования особо важных дел занимается привлечением к уголовной ответственности высокопоставленных должностных лиц, получивших денежные и иные вознаграждения в крупном и особо крупном размере. Это ситуации несколько иные, чем вы сейчас сказали, поскольку люди тщательно маскируют свои действия, совершают действия по получению взятки, которые не так просто обнаружить и задокументировать. Вопрос коррупции в Рязани – это тема, наверное, которую хочет поднять каждая СМИ. Вот скажите, картина действительно такая удручающая или на самом деле все куда лучше? Если вы вспомните фильм «Место встречи изменить нельзя», там примерно об этом шла речь по факту кражи. Здесь надо сказать о том, что на протяжении последних 10 лет ведется системная работа во взаимодействии с оперативными подразделениями УФСБ, УМВД по выявлению подобных преступлений и достигнутыми результатами можно похвалиться в том числе и на федеральном уровне. Привлеченные нами к уголовной ответственности должностные лица – это и руководители силовых структур, и руководители органов власти. Значит, уголовные дела завершены направлением в суд и вынесением обвинительных приговоров с внушительными наказаниями. Самые крупные расследования последних лет, а точнее, наверное, года 2017-го, я с вашего позволения прочитаю это дело, бывшего первого заместителя председателя правительства Дмитрия Андреева, бывшего заместителя министра сельского хозяйства Геннадия Ноздрина, бывшего главного архитектора Рязани Натальи Хребутовой, бывшего заместителя председателя главы областного правительства Владимира Трушкина. Все это заслуги вашего отдела и как проходило расследование? Все эти уголовные дела находились действительно в производстве отдела по расследованию важных дел. Сказать, что мы единственные герои, добившиеся этого результата неправильно, пользуясь случаем, хочу отметить, что этот результат достигнут совместными усилиями оперативных подразделений и следователей отдела. Если говорить про год именно текущий, то какие громкие резонансные дела находятся в производстве вашего отдела? Находятся в производстве отдела громкие резонансные дела, но о них тоже сейчас нельзя говорить, потому что приговоры не вынесены, обвинение по одному из трех дел не предъявлено. Но и как бы сложно сейчас говорить о делах, которые в производстве, потому что все сведения, составляющие суть данных уголовных дел, это и есть тайна предварительного следствия, и рассказывать о ней сейчас нет возможности, потому что эта тема интересна не только нашим зрителям, но и фигурантам и лицам их поддерживающих. Хорошо. Если говорить о вас, то вот почему вы приняли решение пойти вот именно в это направление? Все-таки коррупция, именно высшие органы власти и представителей силовых структур и других структур, может быть страшно, может быть тяжело. Это направление выбрано, наверное, потому что и кандидатская диссертация у меня посвящена теме досудебного производства по уголовным делам о получении взятки. И деятельность моя на протяжении всего пути следователя и руководителя следственного органа так или иначе связана с расследованием уголовных дел о получении взяток. И коллективы оперативных служб управления ФСБ России и Паризанской области, управления МВД России и Паризанской области, укомплектованные высокопрофессиональными специалистами, которые способны проводить оперативно-зрассные мероприятия на высочайшем уровне. И неоднократно были делегации из других регионов, которые перенимали опыт как у нас, так и у них, вот тех результатов, которые достигнуты. Потому что не много регионов в России могут похвастаться именно системной работой, когда каждый год привлекается тот или иной высокопоставленный субъект за получение взятки в крупном и особо крупном размерах. Подразделения как наши, так и оперативных служб долгое время занимают одни из первых мест в Центральном Федеральном округе и России по расследованию данной категории преступлений и выявлению этих преступлений. Вы говорили о заимствовании опыта, как мы у других регионов, так и другие регионы у нас. Расскажите, что было позаимствовано? Было позаимствовано принципиальное отношение к оценке тех или иных доказательств. Потому что пленум Верховного суда многие акценты расставил так, как они должны были быть уже давно. И в настоящее время реализация этих положений в Рязанской области осуществляется, как я уже говорил, в тесном взаимодействии и при наличии результата в виде уголовных дел, которые направляются в суд. Вы сказали, что другие регионы соимствовали у нас именно систематический подход. Вот что это за подход такой? Этот подход заключается в том, чтобы не ждать, когда произойдет конфликт между взяткодателем и взяткополучателем. И, соответственно, одна из сторон, как правило, это взяткодатель, примет решение обратиться в правоохранительные органы с целью изобличения взяткополучателя. Либо ожидание обращения добросовестных граждан. Такие, безусловно, случаи есть, но они не так часто, как нам хотелось бы. Заявление в правоохранительные органы о вымогательстве либо требовании взятки. Значит, это целенаправленная, грамотно выстроенная, спланированная оперативная работа по выявлению таких преступлений. Причем, если взять уголовное дело в отношении Солдова, замначальника управления отдела капитального строительства администрации города Рязани. Такое дело уникально тем, что к уголовной ответственности были привлечены как взяткополучатель, так и посредник, так и взяткодатель. Все из которых в ходе следствия занимали позицию отрицания своей вины, но в совокупности собранных доказательств вина была доказана, уголовное дело направлено в суд. Этих доказательств стало достаточно при поддержании прокурором государственного обвинения для вынесения обвинительного приговора судом. Работа следственного дела очень широко освещена, наверное, в сфере фильмов, сериалов. Показывают, как они работают, какие мероприятия проводят. Насколько это соответствует действительности? Из тех сериалов, которые я смотрел, конечно, можно сделать вывод, что сведения эти не соответствуют той реальной картине, которая есть на самом деле. Видимо, если работу показывает следователь такой, какая она есть, то зрителям не так будет интересно смотреть данные сериалы. Работа эта, безусловно, благородная, интересная, интеллектуальная, но она, ко всему прочему, очень щепетильная, требующая максимальной отдачи. Описать ее в фильмах так, как она есть, очень сложно. Самое близкое описание нашей работы, наверное, содержится в фильме «Следствие вели знатоки». Вот там действительно показана картина, когда следователь, эксперт, криминалист разбираются в событиях, взаимодействуют с оперативными службами. Но вот если так приоткрыть завесу тайны работников следственного управления, то как это происходит? Это больше бумажная работа, это больше выездная работа, все в совокупности, и как-то есть какой-то нормированный рабочий день, и иногда приходится и задерживаться. Безусловно, в те временные ремки, которые считаются рабочим днем, ни один следователь не укладывается и не может уложиться, потому что объем работы колоссальный, и ни один следователь не добьется успеха, если он будет специалистом в общении с людьми, либо в составлении документов. Следователь – это совокупность умения и с людьми общаться, и документы составлять, и тот интеллектуальный, по сути, поединок с лицом привлекаемого к волну ответственности не ограничивается рабочим днем, потому что всегда в голове прокручивается та или иная ситуация, картина с моментами планирования, организации, проведения тех или иных следственных и процессуальных действий. Андрей Николаевич, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы, а на этом я с вами прощаюсь, хорошего вам дня и до встречи в эфире.